Генеральный партнер программы 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 Насколько неожиданной стала сама поездка для каждого из участников паломничества, настолько неожиданным было все, что встречало нас на Святой Земле. Конечно, мы готовились заранее, много читали необходимые литературы, узнавали наш маршрут, где будем жить, но все равно, увиденное своими глазами, удивляло и радовало. Впереди шесть дней. За это короткое время нам предстояло узнать и испытать многое, но главное самих себя, заглянуть в свое сердце и душу. Здесь, на Святой Земле, это оказалось возможным в полной мере. На родине мы оставили заботы, мирские тревоги и проблемы, ожидая встречи с библейскими событиями в тех местах, где они происходили. Как только наш самолет приземлился в международном аэропорту Тель-Авива имени Бен-Гуриона, а ноги впервые вступили на Святую Землю, мы знали, что нас ждет знакомство с Горнинским монастырем русской духовной миссии. Путь от аэропорта до местечка Эйнкаром, где находится православная русская обитель, был недолгим. Горнинский монастырь расположен в четырех километрах на юго-запад от старого города Иерусалима. Вид здесь открывается удивительный. Чувство мира и покоя, которое охватывает человека в этом месте, словами описать очень сложно. Здесь постоянно поют птицы и летают целые стаи зеленых попугаев. Мы попали из русской зимы, начинающейся, зарождающейся, в летнюю пору. Это напоминает немножечко бабье лето где-то. Сентябрьские теплые деньки, когда днем очень тепло, а вечером уже прохладно. Наталья Гордиенко. Журналист, кандидат филологических наук. Доцент кафедры журналистики Рязанского государственного университета имени Сергея Есенина. Член Союза журналистов России. Разработала курс «Конфессиональная журналистика». Сфера интересов, поездки, посещения новых мест, знакомства с красотами родного края. Воспитание детей, 30 в студенческой группе и троих дома. Здесь такая тишина. В Гординском монастыре атмосфера спокойствия и тишины. Очень мило, уютно, замечательно. Красивой природы, такой природы еще не видела. Но, видимо, потому что в заграничных поездках не была. Смотрим, удивляемся и впитываем сейчас все, что происходит вокруг. Жизнь в монастыре размеренная, но насыщенная. Его посещает много паломников. Постоянно прибывают новые группы из разных уголков России и других стран. У всех сестер есть свои послушания. Одно из них – сопровождение людей по Святой Земле. Нашу группу, которая состояла из 44 человек, встречала Иннокене Эмилия. Среди рязанцев два священника, протерей Сергий Рыбаков и протерей Александр Гривин. Учительница Ольга Еремкина, лучший студент семинарии Артемий Прозоров и журналист Наталья Гордиенко. Каждый на Святой Земле впервые. После размещения в небольших паломнических домах, расположенных на территории обители, Иннокене Емилия, матушка Огонек, так тепло стали именовать сестру паломники, провела экскурсию по монастырю. Когда-то здесь не было ни дорожек, ни тропинок, камни да пыль. Сюда, в Нагорную страну, вскоре после Благовещения, пришла из Назарета Пресвятая Дева Мария. Поделиться радостью о будущем рождении от нее Спасителя со своей родственницей, праведной Елисаветой, матерью Святого Иоанна Предтечи. Именно здесь Пресвятая Богородица брала воду из источника, который источает воду и по сей день. От него дорога ведет к монастырю. Обитель возникла благодаря трудам начальника русской духовной миссии, архимандрита Антонина Капустина. В 1871 году он купил на этом месте два дома и обширную плантацию оливковых деревьев. А затем, расширив участок, построил приют для русских паломников. Впоследствии здесь стали селиться русские инокини, и приют стал монастырем. Вы знаете, вот такое ощущение, что нас ждали, нам рады. И вы знаете, это вот еще лишний раз доказывает то, что какая же сила благодатная у этой земли. Здесь рады каждому. Ольга Еремкина, учитель мировой художественной культуры Шиловской средней школы номер 3, преподаватель курса «Основы религиозных культур и светской этики». В июне 2016 года стала опладателем диплома первой степени перворегионального конкурса среди учителей, преподающих курс «Основы православной культуры». Награждена митрополитом Рязанским и Михайловским Марком паломнической поездкой на святую землю. Наши ожидания в первый день сказать довольно сложно, потому что душа переполняется. Душа переполняется увиденным, услышанным и прочувственным. Все нас переполняет. Пока по полочкам разложить все очень сложно. В ожидании еще больших впечатлений, еще больших эмоций. Но сегодня надо уже немножко успокоиться. Песня «Основы религиозных культур и светской этики». Наша группа, которая официально именовалась «Казанская икона Богородицы», прибыла ко времени престольного торжества монастыря, когда 4 ноября состоялось празднование в честь особо почитаемого в православии образа. А пока, после трогательного прочтения евангельского события, повествующего о встрече при святой Деве Марии с праведной Елесоветой, подхода к древнему источнику и окропление святой водой, довольные и счастливые паломники отправились набираться сил на новый день, который принесет не меньше радости. Второй день начался в 6 утра. Надо сказать, что сама программа паломнического путешествия была насыщенной, и времени думать о своей физической немощи или усталости просто не было. Люди понимали, что у них всего несколько дней, и нужно провести это время с пользой для души. Дорогу вела в древний город Назарет в центре Нижней Галилеи. Именно здесь святой Иосиф привел из храма в свой дом Пресвятую Богородицу. В этом городе есть церковь Архангела Гавриила и источник Благовещения. По свидетельству апокрифического Евангелия святого Иакова, первое Благовещение было у источника, куда Богородица ходила за водой. Около него она услышала голос, сказавший ей, «Радуйся, благодатная, Господь с тобою, благословенна ты между женами». Не увидев рядом никого, испугавшись, она вернулась в дом. Это событие именуют иногда предблаговещение. Здесь над источником был возведен храм, впоследствии перестроенный в середине XVIII века. Главная святыня расположена в крипте. К ней ведет древняя каменная лестница. По преданию, именно по этим ступеням спускалась к колодцу Пресвятая Богородица. Благодарим Богу и Владыке, и духовной миссии, что Господь вот так управил побывать на святой земле. Протеерей Александр Гривин, благощинный восточного округа города Рязани, настоятель крестовоздвиженского храма. Для прихожан и духовенства пример. Уже несколько лет руководит строительством большого храмового комплекса в честь главного небесного покровителя города, святителя Василия Рязанского. Когда читаешь страницу Святого Евангелия, то воображением осмысливаешь его, а тут все и видишь, и тебе об этом говорят, и то есть впечатления необыкновенные. Я думаю, что каждый человек должен побывать здесь, в своей жизни хотя бы раз. И его сердце переменится, оно переполняется. Если сердце человека открыто к Богу, то вокруг нас льется дождик чудес. И вот эти чудеса заполняет стакан или сосуд, и новые чудеса вливаются, другие выливаются. Дай Бог, чтобы она открывалась у людей здесь, на этой святой земле. «Знаешься, Дева, Богородица Дева, и всем к тебе прибегающим, ибо небесе земли, дворец устроит тебя, причистая вселися в утробе твоей». Так как в церкви началась литургия, то о событии Благовещения было решено прочесть не в самом храме, а около него. Паломники, внимая каждому евангельскому слову, погружались в переживаемое ежегодное торжество Благовещения Пресвятой Богородицы. Здесь же, во дворе храма, соборно поем тропарь, кондак и величание. После Назарета наш путь лежал в Кану Галилейскую. Традиция паломничества в это место существует давно, и в многочисленных записках пилигримов можно прочитать и о сосудах из цельного камня, и о церквах, и о тишине, и покое в Кане Галилейской, и о ее благополучии. Здесь Господь сотворил свое первое чудо – притворение воды в вино. По церковному преданию, женихом на свадьбе был один из 12 апостолов – Симон Канонит. Название указывает на происхождение из Канны. Сегодня паломников приводят на то самое место, где было совершено первое чудо Господа, и где благодаря раскопкам можно видеть фрагмент дома Симона Зелота. В память о первом чуде спасителя в Кане была возведена православная греческая церковь на средства императорского палестинского православного общества и освящена в 1889 году в честь великомученика Георгия Победоносца. Именно здесь находятся два сосуда – свидетели первого чуда, совершенного Иисусом Христом. Один сильно поврежден, а другой совсем целый. Стоят они слева и справа от великолепного резного иконостаса, который является даром великой княгини Елизаветы Федоровны, ныне причисленной к лику святых. Здесь нет парадности в убранстве, все выполнено в строгом и сдержанном стиле. Однако это скорее показатель величия и особой привлекательности этого храма. Следующим пунктом нашего назначения стала гора Фавор и расположенный на ней греческий православный храм преображения Господня. Вид с горы потрясающий, сама она куполообразной формы, высота 588 метров над уровнем моря. В новозаветную историю святая гора Фавор вошла как гора преображения, хотя в Евангелии упоминания о пребывании Спасителя с учениками именно на горе Фавор не существует. Есть упоминания в Евангелии от Матфея и Марка о горе Высокой. Традиция ее почитания местом преображения Спасителя утвердилась при святой равноапостольной царице Елене. В XIX веке на этом месте усилиями архимандрита и ренарха православного греческого монаха славянского происхождения был основан монастырь. Он приложил немало усилий в деле возведения здесь храма и не дожил до освящения всего несколько месяцев. Конечно, особо почитаемым в этом монастыре праздником является преображение Господня, когда на Фавор съезжаются многочисленные верующие, ожидая события, происходящие только в этот день на рассвете – схождение облака на гору. Сравнить это событие можно только со схождением благодатного огня в канун православной Пасхи в храме Гроба Господня. Все-таки гора Фавор. Прекрасный вид. Протеерей Сергий Рыбаков, председатель отдела религиозного образования и катехизации Рязанской епархии, кандидат физико-математических наук. Трудится на педагогическом поприще в Рязанском государственном университете имени Сергея Есенина и является настоятелем университетского покрова Татьянинского храма. Я бы сказал, что некое ожидание того, что вдруг все-таки как-то вот это облако, да, представляется, вполне представляется, что на этом месте в этот период, когда молятся там на горе Фаворской, исходит облако. И как-то это реально вот ощущается, что оно может, так оно и есть. Следующей точкой во второй день нашего пребывания на Святой Земле стало поселение Магдала, где расположен монастырь русской духовной миссии в честь Святой Марии Магдалины. Обитель находится недалеко от места рождения святой, в пяти километрах от города Тиверия. Обитель сооружена на том месте, где по преданию Господь изгнал семь бесов из Марии Магдалины. Здесь в 1962 году была построена церковь. В 90-х годах прошлого века стены внутри храма были расписаны фресками на евангельские темы, связанные с Галилейским морем. На подворье располагается большой сад с грейпфрутовыми деревьями, а также природные источники с целебной водой, один из которых – теплый, радуновый. Конечно, мы посетили сегодня много мест в Галилее – и Назарет, и Канну Галилейскую. И вот сейчас в Магдалии, на берегу Галилейского моря, Эль-Тиверияцкого озера, вода там замечательная, теплая. Артемий Прозоров обучается в Рязанской православной духовной семинарии, увлекается церковным пением и догматическим богословием. В поездку был направлен за отличную учебу по итогам прошлого учебного года. Сегодняшний день был посвящен Галилее, и эта местность запомнилась отличной погодой и отличающимся растительным миром от Иерусалима, от Иудеи. Здесь гораздо больше растительности и больше напоминает о чем-то таком южном, Пальмы, побывали на источниках и помолились в храме. Так что с уверенностью можно сказать, что день удался. Расположенные на территории монастыря Марии Магдалины источники являются нерукотворным чудом в изящном архитектурном обрамлении. Первый – глазной источник. Как можно судить по названию, имеет целебное свойство для зрения. В этой воде не совершают омовения. Ее можно лишь набрать с собой, чтобы протирать глаза. Во втором – живописном радоновом источнике – чисто голубая вода, в которой плавают яркие рыбки. Если ступить ногами на его дно, то можно почувствовать, как небольшие подводные жители кусают вас за пятки. Третий источник – Мария Магдалина. Согласно местному преданию, славится тем, что именно в его водах Иисус Христос исцелил святую. Потрясающее ощущение от купания. Радоновый источник. Радона там, конечно, не чувствуется. Рыбки золотые, красные и всякие плавают. Некоторых покусывают. Меня почему-то пренебрегли мной. И, конечно, вода прекрасная. Просто после нее остается такая свежесть. Мы потом, конечно, искупались в Галилейском море. И свежесть, как будто я здесь целый месяц уже отдыхаю. Последним местом нашего путешествия второго дня стал Капернаум, где Спаситель призвал на служение своих первых учеников и апостолов. Здесь он исцелял людей, одержимого нечистым духом, расслабленного, тещу апостола Петра и слугу сотника. Так сложилось, но в VIII веке Капернаум, в те времена процветающий город, был полностью разрушен. Паломников в этот день особенно поразила красота греческого храма, собора двенадцати апостолов, что на северном берегу Галилейского моря. По преданию, церковь стоит на месте дома, где Господь исцелил расслабленного. Красные купола церкви видны издалека и привлекают внимание. Наша группа прибыла на это место уже перед закатом, поэтому лилового цвета неба, соединяясь с красотой природы, окружавшей храм, и, конечно, он сам, создавали невероятное буйство красок. И чувствовался простой человеческий восторг от всего созерцаемого в этот день и час. Церковь, которую мы посетили, была возведена в XX веке. После образования государства Израиль территория стала приграничной, и на долгое время храм был заброшен. Когда ситуация поменялась, в 1967 году его стали восстанавливать. Практически он был перестроен. От старой церкви остался лишь каменный иконостас. Третий день на Святой Земле ознаменовался большим торжеством, которое мы, рязанские паломники в составе большой группы верующих, прибывших из различных городов России, встретили в Горнинском монастыре. Эта обитель стала нашим домом на время пребывания в паломничестве по святым местам. Утро было чудным. Идя на службу, мы вновь задерживаемся на некоторое время, вглядываясь в окружающий монастырь красоты, на лесной массив и селение, и инкаром. 4 ноября, в день Казанской иконы Божьей Матери, на престольное торжество Горнинской обители приехали многочисленные паломники. Богослужение в Верхнем Величественном Соборе всех святых в земле российской просиявших возглавил архимандрит Александр, начальник русской духовной миссии в Иерусалиме, которому сослужило духовенство из числа паломников, прибывших на праздник из России, Украины, Беларуси, стран ближнего и дальнего зарубежья. Сейчас Ставропегиальный монастырь, что означает «подчиняющийся непосредственно патриарху», насчитывает около 60 насельниц. Монахини бережно хранят свою обитель. Ее историю и на каждое престольное торжество дивно украшают монастырские храмы. Из-за большого числа паломников служба совершалась в просторном соборном храме. Его возведение началось в 1911 году, однако было прервано в связи с началом Первой мировой войны в России. Только в 2003-м строительные работы возобновились, и уже через 4 года был совершен чин малого освящения собора. В обители с 1883 года действует еще один храм в честь Казанской иконы Богородицы. Чудотворный образ Матери Божией, находящийся в монастыре, постоянно пребывает в этой церкви, а по сложившейся традиции сестры каждый год обходят с ним территорию, оберегая обитель от любых напастей. И, конечно, в день престольного празднования по окончании богослужения был совершен крестный ход из собора всех святых в земле российской, просиявших, в Казанский, нижний храм Корницкой обители, где перед чтимым образом был отслужен праздничный молебен. В завершении богослужения в честь чудотворного казанского образа Божией Матери архимандрит Александр обратился к верующим со словами назидания, в которых он отметил, что своим благодатным заступничеством за наших предков, которым Пречистая помогла отстоять свою веру и свободу в 1612 году, она положила начало осознанию сплоченности и единства народов нашего Отечества, что в наши дни вылилось в поистине всенациональный праздник, День народного единства. Мы с вами сегодня здесь разделяем великое торжество, празднуемое на нашей Родине. Это действительно радость для нее, что русский народ не забывает свою исконную веру, что все, кто сегодня является наследниками Святой Руси, будь то люди разных национальностей, живущие в разных местах, всюду они объединяются вокруг правды и вокруг Евангелия, для того, чтобы они единственные были тем камертоном, по которому бы выстраивалась наша с вами жизнь. По окончании торжеств в Горлинском монастыре третий день нашей паломнической группы уже вдалеке от обители продолжился с посещения русской духовной миссии Свято-Троицкого собора и домовой церкви Святой Мученицы Царицы Александры. Время, проведенное в этом месте, было особенным, так как именно здесь можно было в полной мере почувствовать историю, значимость и роль миссии. Как жизнь христианина сосредоточена на молитве и имеет в ней источник благодатных сил, так и служение русской духовной миссии в Иерусалиме. На всем протяжении ее 165-летней истории это в первую очередь молитва, совершаемая каждым из ее тружеников. Находясь в Троицком соборе, нам удалось встретиться с представителем миссии игуменом Леонтием, который совершает свое служение на Святой Земле уже три года. Батюшка тепло встретил нас и, конечно, дал нам напутствие и духовное назидание на предстоящие дни нашего соприкосновения со святыми местами, связанными с событиями священной истории. Господь дает нам свое наследство и все, что у Него есть, все готов нам отдать. Проблема только в нас, в том, что наше сердце еще слишком тесно для благодати, тесно для того, чтобы вместить любовь к другим людям. И Господь открывает нам нашу немощь, нашу неспособность, чтобы мы стали шире и лучше и получили от Него вот это небесное наследие. Поэтому желаю вам здесь, в Святой Земле, духовно продвинуться. После посещения русской духовной миссии наш путь лежал в Старый Город. В этот день, в пятницу, когда вспоминаются крестные страдания Спасителя, нашей группе предстояло пройти его путем к месту распятия Голгофе. Но обо всем по порядку. На этом я завершаю нашу программу «Метрополия». С вами была Елена Цыганова. Благодарю, что были с нами. Увидимся ровно через неделю. До свидания, уважаемые телезрители. Всего вам светлого и доброго. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова